Сегодняшняя проповедь называется «Вставай и иди с благословением». Книга Бытие, 42 глава, 1 по 5 стих. «И узнал Иаков, что в Египет есть хлеб. И сказал Иаков сыновьям своим, что вы смотрите». В оригинале и в других переводах, уже другие, кроме Синодавного, там написано, что вы смотрите друг на друга. И сказал, вот я слышал, что есть хлеб в Египте, «Пойдите туда и купите нам оттуда хлеба, чтобы нам жить и не умереть». Десять братьев Иосифовых пошли купить хлеба в Египте. Дальше. «А Вениамина, брата Иосифа, не послал Иаков с братьями его, ибо сказал, не случилось бы с ним беды». Пятый. «И пришли сыны Израилевы покупать хлеб вместе с другими пришедшими, ибо в земле хананайской был голод. Вставай и иди с благословением». Удивительно, что Иаков находится в обитованной земле. Да, это не зряуский народ еще, но когда мы называем хананайской землей хананайской землей обитованной, мы это называем обитованной, потому что она была обещана не израилскому народу, а Бог обещал Аврааму, Исаку и Иакову. Они наследовали. Оригинальное обещание про этой земли дано Богом Аврааму. Поэтому Иаков, будучи третьим поколением после Авраама, естественно, живет в обитованной земле. И вы представляете, в обитованной земле приходит голод, засуха. Оно как будто несовместимо, само понятие. Я в обитованной земле, я в обитованной семье, я в обитованной церкви, я в обитованной компании, я в обитованной... Все обитованное. А как мог прийти голод? Такое бывает. Но факт, что пришел голод, не означает, что земля необитованная. То, что пришло, неразбериха, какие-то сложности, это не говорит о том, что земля необитованная. Многие люди выбрасывают свою обитованную землю из-за голода. У них логика такая, если обитованная земля, не должен быть голод. Может быть голод, могут быть проблемы, но это не признак, что это не воля Божия. Как один молодой человек сказал мне, вы не поверите, ангел пришел ко мне домой во время поста и молитвы. Я посмотрел, но ангел упал и как будто отключился. И пока я был отключен, ангел достал фотографию, показал мне лицо моей будущей жены. Прямо от ангела. Я проснулся, вспомнил, кто она такая, начал ее искать, нашел, на нее женился. Теперь объясните мне, пастор, почему мы вчера подрались? Ведь эта жена от Бога фотографию принес ангела, ангел, а вчера мы подрались. Да, я сказал, ты в обитованной земле, и там бывает голод, и там бывает засуха. Главный вопрос, не убегай из обитованной земли. Держись, потому что план Божий гораздо дальше, чем просто вчерашний драк. Вчерашний драк забудется, а плод, который будет за послушание оставаться в обитованной земле, оно пойдет по многим поколениям. Скажите со мной аминь. Вот, что интересно, засуха была и в Египте, но в Египте не был голод. Заметите, в Израиле засуха, в Египте засуха, но в Египте нету голода, хотя засуха одинакова. Почему в Египте нету голода, хотя засуха та же, как в Израиле, как в Хананайской земле, а потому что там, в Египте, нашлись двое. Одному снился сон, второй истолковался с ним. Снился сон официальный лидер страны. Его имя фараон. Оказывается, Бог без фараона ничего бы не делал. Почему? Он официальная власть в стране. И заметите, получается, потому что фараону снился сон и нашелся истолкователь по имени Иосиф. Голод не ударил Египет. засуха была, голод нет. В Хананайской земле засуха была, голод да. В других странах засуха да, голод да. В Египте засуха да, голод нет. Почему? Двое. Я хочу вот что сказать. Любые проблемы и удары, которые бывают в жизни, они не должны были нас уничтожить вместе с неверными. Они не должны. Мы не должны попадать под тем же стрессами, ударами, сложностями, как неверующие люди. Вы представляете, когда братья Иосифа продали его, что они сделали? Они продали того, кто мог бы сделать, чтобы в Харанайской земле не был голод. Они его продали. И он ушел. Этот же человек ушел со своим даром. И когда он пришел в Египет, он его включил в действие. И в Египет было изобилие. И братьям пришлось пойти купить у него еду. Они же его выгнали. Заметите, что часто мы попадаем в таких ударов, которые мы не должны. Я знаю, обычно, когда приходит какой-то удар, мы свойственно торопимся обвинять кого-то. Пастора виноват, люди виноват, люди в служениях виноват, люди в других служениях виноват, те виноват, те виноват. Поверьте мне, 99,9% ударов в вашей жизни это вы производили. Поэтому вместо того, чтобы торопиться обвинять людей, ищите решение. Обвинение людей, вы ухудшаете ситуацию. Чаще всего, когда такие удары приходят, это потому, что мы с вами где-то игнорировали Божьи подсказки. Говорится Деяние Апостола, 27 глава, 10 стих, они находятся в корабле. И Павел встал и говорит им, мужи, я вижу, что плавание будет с затруднениями. с большим вредом не только для груза и корабля, но и для нашей жизни. Откуда Павел эту информацию получил? От Бога. И он предупреждает, стоп, ребята, шторм есть везде, но нам не обязательно страдать вместе со всеми кораблями. То есть, я вижу, шторм будет, будут потери, но мы можем избегать они, конечно же, игнорировали. 21 стих, когда уже все потеряли, говорится, и как долго не ели, то Павел встал посреди них и сказал, мужи, надлежало послушаться меня и не отходить открыто, чем и избежали бы сих затруднений и вреда. Надлежало бы слушаться. Я пришел к такому выводу, что Бог никогда не допускает нас попасть в шторм и до этого не предупредил. Он подсказывает, он говорит, остановись. Чаще всего, как в этом случае, он говорит через пастор чаще всего. И получается, что Павел говорил, я вам сказал, остановитесь, а вы сказали, нет. Проходит время, корабль разрушен, потеряли все, все уничтожено, ничего не осталось, остался только их жизни, в конечном итоге. И Павел говорит, я вам говорил, надо было слушаться, а вы решили игнорировать. Заметите, они не погибли, Бог защитил их. Опять же, по словам Павла, но потери были ощутимые. Потери бывают, удары успешны, когда мы игнорируем Божьи подсказки. Тогда неизбежные потери. Павел им говорил, они не обращали внимания. Служащие Богу, Бог дает подсказки. Бог начинает говорить, туда не иди, то не делай, там опасно, там сложно, этого не делай. Да, ты ничего плохого не делаешь, но не тактично, оно выльется негативно, это не делай, а я же ничего плохого не делаю, да, но тактично здесь не совпадает с твоим уровнем, это не надо, то не делай, то не говори. иногда из-за непослушания этих подсказок Божьих. Второе, из-за неисползывания своих даров. Одна из причин, почему Бог нам дает дари, таланты и способность, потому что Он видит, что нас ждет впереди. И эти дари, и эти таланты, это Его метод решить эти вопросы, которые нас ждут впереди. Важно, чтобы мы включили все наши дари. Скажите, мои дари, мои таланты, мои знания, мои способности, скажите, это Божьи методы решения всех проблем, ударов в жизни для меня и для моего окружения. Если бы Иосиф не применял дар который от Бога не столковал бы с ни фараона, то в Египте было бы не только засуха, было бы и голод. Используй твои дари таланты, знания и возможности. Единственное, нужно это все делать с любовью. С любовью. Как только оно делается без любви, оно не решает, а раздражает. Поэтому с любовью. Истина без любви режет точно так же, как ругательство. Истина без любви режет, а истина с любовью лечит. Иосиф использовал дар, который Бог ему дал. притом Иосиф мог бы сказать, зачем мне использовать дар в Египте? Это же не мои родственники. Дар и Божие работает для всех. И что интересно, где бы ты не проявил дар Божий, оно поможет и твоим родственникам позже. поэтому надо внимать всегда постоянно Божьим подсказкам проявить твои дари, потому что они защитят и помогут. Послушание Божьей подсказки это иммунитет во время от этих ударов, которые должны прийти в жизнь. Элементарное послушание Богу. Поэтому приучи себя как образ жизни. Каждый день Бог что-то подсказал, делай, подсказал, делай. Что интересно, таким же образом Бог защитит тебя от ударов и от больших потерь в свое время. В этой жизни мы не боремся за правоту и прав. Это меньше всего помогает кому-либо. В этой жизни нужно исполнять Божье предназначение, при этом остаться целим и невредимым и со внутренностью, которые не перебиты, не разбиты. Библия говорит в Исайях 48 глава 18-19 стих. Библия говорит так. О, если бы ты внимал заповедей моим или подсказком моим, тогда мир твой был бы как река, и правда твоя как волны морские, и плод твой, было бы Елисей это было бы как песок, и происходящее из чесла твоих, как песчинки, не сгладилось бы, не истребилось бы имя его передо мною. Вот Бог говорит, слушайте мои подсказки. Первое, что придет, согласно 18-й стих, мир приходит. Замерите, мир, внутренний мир. Потому что, когда мы не слушаем подсказки Божьи, мы будем правы, но без мира внутри. Мира в сердце нет, стресс это равняется рану и смерть. Зачем? Слушай подсказкам Божьим всегда. Бытие 42-я глава, 1-й, 2-й стих, читаем. И узнал Ияков, что в Египте есть хлеб. И сказал Ияков сыновьям своим, что вы смотрите друг на друга? И сказал, вот я слышал, что есть хлеб в Египте, пойдите туда, купите нам оттуда хлеба, чтобы нам жить и не умереть. И получается, что Ияков, папа, пастор, он видел вопрос жизни, выхода с проблем этой, решения и продолжения рода своего и вообще жизни в обитованной земле. Вот что он видел. А эти дети заняты, вообще смотрят друг на друга. Наши решения в жизни всегда зависят от того, что мы видим внутри. получается, то, как мы видим, это влияет на то, как мы принимаем решения. Вот если в этой жизни надо над чем-нибудь поработать, то, пожалуйста, поработай над тем, что и как ты видишь внутри. сражение идет за то, что ты видишь и как ты его видишь. Вот там главное сражение. Иаков он видел правильно. Как мне защитить свой взгляд внутренний? Первое, меняй источник информации. Меняй источник информации. где ты берешь информацию. Второе, убери предвзятельности. Предвзятельность мешает тебе видеть, как есть. Иногда нужно расти, чтобы понимать и соответствовать тому, что видишь. Вот когда Бог призвал Еремия, вы знаете, что Бог ему сказал? Я призываю тебя, что Еремия сказал? Я молод. Почему? Он боялся, что его возраст не соответствует призванию. Призвание больше, чем он. Вы знаете, сколько людей которые Бог призвал в молодости, когда они еще были юноши, а когда они вошли в действие, когда выросли. Не сразу, когда они были маленькими. Потому что иногда, когда Бог дает нам какие-то понимания, откровения, тому подобное, и он это для времени. Надо подтягиваться, нужно взрослеть, нужно расти, чтобы соответствовать. Некоторые люди имеют большие призвания, но они до сих пор призвания не исполняются, потому что они не выросли, чтобы соответствовать тому призванию. Потому что призвание больше тебя, оно развалит тебя. Бог желает, чтобы мы сражались за правильное видение. Как мы видим? Что мы видим? Потому это определить. Наше завтра, кто будем, кем будем, очень важно видеть правильно. Поэтому мне нравится, что Яков видит правильно. Вот смотрите, Еремия 1 глава 11-12 стих, Библия говорит, Еремия да, что ты видишь? А он говорит, вижу жезву миндалного дерева, а Бог дает комментарий, Господь сказал мне, ты верно видишь? Ибо я бодрствую на словом моим, чтобы оно скоро исполнилось. Почему Бог задал вопрос Еремия, что ты видишь? Потому что Бог хотел проверить, умеет ли теперь Еремия видеть правильно. это одно из важнейших качеств в жизни. Бог задает Еремия, что ты видишь? Вижу миндалного дерева, ты верно видишь. Если бы он видел каштанного дерева, Бог сказал обратно в школу. Вот поэтому иногда я кому-то хочу поручить какое-то дело, я могу встретить человека на улице или где-то, я говорю, слушай, вот такая ситуация. И человек что-то скажет, что я ищу. Верно видит он или нет, или она. Она верно видит, оценку правильно дает или нет. Когда я вижу, что человек начинает давать правильные оценки, он начинает понимать все как надо, все, вопрос закрыт. А что же видели синий Иякова? Они смотрели друг на друга. Ияков говорит, что вы смотрели друг на друга? Когда люди смотрят друг на друга, естественно, что бывает, у них общей картины нет. Они только видят то, что сейчас впечатляет их. У них, кроме того, что они общей картины, они охвачены тем, что чувствуют, вижу, чувствую, этим охвачены. И обычно в таких ситуациях появляются конкуренции, сравнение себя с другими людьми. Они там, где конкуренции, сравнение себя с другими, это признак того, что там нет зрелости. Это не видение Божие. Это ты не видишь. Когда ты занят таким образом, как Синьякова, толку с тебя не будет. Это не значит, что ты не одаренный. Ты очень одаренный, но просто толку не будет. Потому что общей картиной ты не видишь. Ты занят тем, что чувствуешь сейчас. Как это я чувствую, я хочу, мне нравится, мне это. Такой человек с ним тяжело, потому что то, что он чувствует, меняется быстро. То, что он хочет, меняется быстро. Он охвачен чем-то, который быстро меняется тоже. И с такими людьми нельзя строить ничего. Бытие 42 глава, 1-2 стих. И узнал Яков, что в Египте есть хлеб. И сказал Яков сыновьям своим, что вы смотрите друг на друга. Вот я слышал, что есть хлеб в Египте. Пойдите туда и купите нам оттуда хлеба, чтобы нам жить и не умереть. Яков видит хлеб, Яков видит еду, короче, он видит продолжение жизни, а эти занят друг другом. Яков говорит, что вы смотрите друг на друга? Идите! Все, что Яков видел внутри, это то, что Бог ему показывал. Или ему передали информацию. Или он узнал Духом Святым, но у него это понимание было. Помните, все, что Бог нам открывает, все понимание, которое Бог нам дает, Он нам дает с целью чтобы оно стало реальностью. Бог не дает, чтобы горело в твоем сердце, не дает мечту, не дает ничего, которое Он не хочет, чтобы это стало реальностью. Если Бог дал, Он хочет, чтобы это стало реальностью. Пастор Генри, скажите мне, какова моя будущая реальность. Так, садись, сижу. Что ты видишь внутри? Что ты слышишь внутри? Что горит внутри тебя? О, все, возьми бумагу, я расскажу тебе, какая твоя будущая реальность. Какая? Повтораю, все, что ты видишь, что ты слышишь и что горит. И потом, да, скажу же уточненный вариант, потому что месяц показывает мне, что ты делаешь с тем, что горит внутри тебя. Если ты ленися, обвиняешь других людей, обвиняешь страну, обстоятельства, условия, все, я понял, это все есть, но оно не будет реальностью, потому что у тебя есть аргументы, почему не будет. Человек, который добивается дела, это тот, у которого нет аргументов. Он видит вызов, он видит задачу, он видит проблемы, которые надо решать, да, он видит, но он не видит препятствия. Мне нравится, как сказал Яков. Яков сказал, вставайте и едите. Если мы будем сидеть в одном месте, мы ничего не увидим. И вот что интересно, они стали, да, начали идти. Мне нравится, что их благословил Яков, поэтому они спокойно шли. В этом мире много опасностей, но не беги без благословения. Есть благословение, войди хоть куда угодно. Мы делаем то, в чем нас благословили. Даже если страшно, неважно, главное, нас в этом благословили. И когда дети Якова пришли в Египет, это же непредсказуемость, что за люди, как они будут с нами разговаривать. Нас не убьют, может нас сварят, может нас едят, что же там будет, но нас благословили, мы идем верою. И когда они пришли туда, какое же было удивление, их ждет человек по имени Иосиф, брать их. Они даже не знали, что они купили свое зерно и вернулись домой. У них было и зерно, и деньги вернулись. Это называется Божье благоволение. Скажите со мной благоволение. Еще раз благоволение. Все, что будет гореть в ваших сердцах, делайте. Там Иосиф вас ждет. Все, что горит, делайте. Там вас Иосиф ждет. Оказывается, то, что горит в сердце, может и должно стать реальностью. И когда оно сам реальность, когда мы встаем и идем. И Бог Он ждет нас, чтобы мы с вами начали шагать. Он ждет тебя в тех вещах, которые горят в твоем сердце. Он тебя ждет. Виси ТВ Это канал Христианской Церкви Победа, в которой есть место для каждого. Праздничное мероприятие. Все, чем живет церковь, вы узнаете на канале Виси ТВ. Подпишитесь на наш одного важного события. Церковь Победа это место для каждого. Место для всей семьи.